Пока выживаю. А, блин! Всем хай, с вами Юджин, и мы сегодня с вами играем снова в Amon Observation Duty 6. И знаете, что я понял по прошествии двух предыдущих выпусков? Что вы тоже так же, как я, ненавидите аномалии. Ненавижу аномалии. Только посмейте аномалий тут при мне, и я уничтожу. А вам нравится смотреть, как я их уничтожу. Посмотрим, хватит ли духу. После всего, что я с ними сделал, с теми призраками. Хватит ли у них духу за аномалий госпиталь, в котором я лежу и лечусь от психического расстройства. От шизофрении. Потому что я уверен, что аномалии существуют. И поскольку вы тоже, я приглашаю вас к себе в госпиталь. Заходите, друзья, нам всем полезно будет там потусить. На самом деле, с такой предысторией внезапно контекст игры меняется. Я псих, который ночью в госпитале, где лечат от шизофрении, вылез, забрался в камеру. Где стоят экраны, показывающие видео с камерой наблюдения. И такой. Призраки. Ооо, я уже вижу морг. Значит, там будет жесть. Итак, смотрите. Сначала нам нужно сразу понять, что здесь является нормой. Вот это все является нормой. Здесь, скорее всего, будет меняться надпись. Вот тут морг. И вот этот плакат. Сто пудов будет меняться. Возможно, коляска. Огнетушитель. И дверь будет закрыта. Пациенты. Здесь будет телек. Кстати, здесь нет пациента. Скажет обычный человек. Но мой глаз наметан на призраков. Я вижу здесь пациентов, которые когда-то были живы. Здесь будет картина меняться. Телек, в общем. И кто-то будет лежать. Возможно, стаканчик куда-нибудь свалит. Или брошюрка. Так, время 12 часов 15 минут. Все как полагается. Да. То есть можно на них не смотреть. Хотя они будут, наверняка, там крутиться в какие-нибудь другие стороны. В общем, делать все это в фигню. Здесь комната диагностики. Туалет. А в морге мы не будем? О, ну какой отстой. Как так? Без морга неинтересно. Не зря часы идут. Скорее всего, они будут показывать неправильное время. И нам нужно на это обращать внимание. Стоп. Вот это стремно. Хоть это и обычный плакат для больницы, но все же очень стремный. О, нифига себе. Я на бум это сделал. Как бы странно, я угадал. Хотя для, реально, обычный плакат, как мне кажется. Уверен я. Аномалии присутствуют, просто я пока что их не вижу. Растяжка это важно. Я согласен. У меня очень плохая растяжка. Я всю жизнь с этим мучаюсь. Тут, по-моему, все как полагается. Возможно, будет вода идти. Я не уверен максимально. Газетка. Стоп. По-моему, у тебя не было. Не было плаката. Уре. Уеретто. Уеретто. Уретро? Я не знаю. Опа! Ну, это сразу. Это сразу. Сразу видно. Там была избушка. Там была картина, как, знаете, о мишке на дереве. Три медведя. Как она называется? Короче, есть такая конфетка с этой картиной. Очень вкусная конфетка. Обожаю ее. Просто не могу. Итак, у нас почти час. Да, все правильно показывают. Часы идеальные. Они как... Это что-то, ядерные часы или атомные часы? Какие часы самые точные? По-моему, ядерные. На бум. На бум просто нажал. Иногда нужно просто тыкать. Вот этот плакат. Смущает. Очень смущает меня. Будет очень забавно, если я пройду с первого раза. Стаканчик. Стаканчик с анализами. Сто пудов. А, черт. Хотя это очень странно. Анализы не здесь сдаются. Хотя они здесь готовятся. Скоро придут надзиратели. Или как, санитары? Какая разница? Они держат меня здесь в запертии. Стаканчик. По-моему, у тебя не было стаканчик. Ну-ка вали отсюда. Пу. Пу в тебя. Насадь в тебя. Зря насадь. Что-то с плакатом явно не то. Какие-то шприцы. Какие-то держат рентген. А, нет, все правильно. А свет там всегда был включен? Там же морг. Должно быть темно, мрачно, страшно. Ладно, все в порядке. Здесь тоже. Но, может быть, зеленая книжечка является аномалией? Что-то не аномальничает особо. Я же говорю, что они зассали. Они просто зассали. Давайте покажите, что вы можете. На что вы способны. Молчите. Я так иду. Мне придется сейчас покликать, поклацать, понажимать. Типа пока ничего в глаза особо не стреляет. Но. Но. Это дисторшн. Это дисторшн в экзамене. Экзаменейшн. Экзаменейшн. Тут дисторшн. Санитары, помогите. Я за глаза их оскорбляю. А как только стало страшно, я сразу обосрался. Тик. Я не знаю. Я не знаю. Понятия не имею. Но все же в порядке. Нет. О, стоп. Коляска. Разве ты была здесь? Ты должна была быть в коридоре. В сторону морга. Блин. Повернулась. Развернулась. Тварина. Уходи. Уходи. Повернись обратно. Не смотри на меня. Есть. Оттянул свою гибель неминуемую. Да, все нормально стало, кажется. Вроде бы тут тоже все хорошо. Черт. Ладно, давайте на всякий случай сюда. За окном никого нету. Там как будто бы зима. Смотрите. Монитор горит. Он не горел. Да. Кто-то не экономит электроэнергию. Эти расточительные призраки. Они не могут больше ущерба нанести нам и окружающей среде. Значит, энергию просто так расходуют. Еще мусор разбрасывают. А когда я и люди обсираются от их присутствия, озоновый слой нарушается. Слушайте, по-моему, унитаз. Что-то с унитазом не так. Что-то с ним не так. Кстати, прикольно. Сидушка прям в душевой. Я тоже хочу такую себе штуку. Не было ее. Она была. Как хорошо, что я обратил внимание. Как хорошо. Какой я умный и наблюдательный. Наблюдательный. Стоп. Здесь был стул. Здесь был стул. Здесь был стул. Кто-то убрал стул. А ну, верни, бэтч. Быстро верни его. Все. Живем дальше. Что, если какая-нибудь бабушка придет? Не сможет сесть. Призраки думают только о себе. О своих пугашках. Она может быть там что-то есть. Что-нибудь. Нет. Вот. Но тебя точно здесь не было. Или было? Книжка исчезла. Все. Задетектил. Профессионал. Меня сразу взяли на это работу, потому что у меня в портфолио был отель. Полностью очистил. Железную дорогу с поездом полностью очистил. Я чистил не только от призраков железную дорогу, но также и от фекалий. А их было очень много. Кто застал это время? Я не знаю, есть ли оно до сих пор такое. Но я давно уже не видал. Я и на поездах давно не ездил. Ну, в общем, раньше, когда ходил в туалет в поезде, то при смыве просто открывался люк внизу. И все на рельсе. Все на рельсе. Именно поэтому туалет всегда закрывали, когда ты на станцию подъезжаешь. Я всегда угорал с этого. Ладно. Ну, тут все нормально. Я просто так нажимаю. На всякий случай. Стульчик. На всякий случай. Не знаю, было ли здесь два стульчика, но я слишком много времени уже здесь трачу. Надо валить отсюда. О! Кто-то обосрался прямо на весы. Ему просто не понравился вес, который он увидел и решил сбросить чуток. Я угорал с этих признаков. Они такие, знаете, такие. Ну, детский сад какой-то. Огнетушитель. Реально, тут детский госпиталь. Тут одни дети умирали. Часы показывают два. Ага, два-два. Все правильно. Может быть, стул отъехал. Или вот эта книжка. Блин. Что-то мне не нравится здесь, но я не вижу. Может быть, эти весы, по крайней мере, их не обосрали. Это уже радует. Вот этот стул, как будто бы... Как будто бы его здесь не было. Он здесь был. Всегда. Здесь никаких проблем нету, кажется. Мне не нравится то, что мы рассираем. Есть вероятность, что эта лампа погасла. Не помню, горела она или нет. А вот это? Время трачу, время трачу, время трачу. Блин, все было нормально. Здесь тоже все нормально. Мне это не нравится. Я не вижу ни одной аномалии. Стоп, дверь. По-моему, дверь должна быть открыта. Черт, дело плохо. Может быть, брошюра... Десять аномалий мы вылечили. Пропавший объект в офисе. Объект переместился в коридоре. И свет горел в отделении пациента. Какая была тихая, внезапная смерть. Коридор здесь. Какого объекта не было? Вот этого? Вот, Passion World. Здесь был свет. Какой свет? Он всегда был такой. Я не знаю, в чем прикол. О чем вы говорите? Может, он просто был выключен? А какой объект отсюда исчез? Аааа, системник. Кто-то стырил системник. Наверняка чисто ради ведюхи. Эти призраки знают, что нужно делать. Видать, они хотят разбогатеть. Кстати, говорят, отличная идея. Если вдруг я сдохну. Хотя этого не должно произойти никогда. Мне говорили, что я бессмертный. Но если вдруг. И если вдруг я стану призраком. То это же гениальное читерство. Ты можешь тырить все нужные полезные предметы. И просто приносить их своим детям, своим внукам. Зашел куда-нибудь в банковское хранилище. Посмотрел, как все устроено. И приходишь к сыну, говоришь. Ну, на зеркале пишешь в ванной. Когда он в душ пойдет, что все запотело. Пишешь. Ааа. Сначала так. Ааа, сынок. А потом говоришь, рисуешь карту. Карту. Ох. Что это дым? Это же дым. Задымилось. Дым в лобби. Задымление устранено. Ааа. Возможно, объект переместился. Тут стояла просто кровать без постельного белья. Кстати, тут еще одна картина. Я только сейчас заметил. Но она... Вряд ли она будет меняться. На данном этапе вообще все отлично. Я не вижу ничего. Ааа, здравствуйте, мистер плакат. Тут будут какие-то страшные вещи происходить. Мне кажется, в этой игре нужно делать упор на прям жуткие, жутчайшие штуки. Смотрите, вот это открыто. Нет, это оказалось нормально. Тут всегда было четыре картины. Давайте на всякий случай нажмем. Как можно вешать в психиатрической лечебнице такие картины? Вы что, хотите, чтобы все с ума сходили сходу? И все лечение просто обнулялось? Ну, если бы у меня крыша текла, видя вот это, 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 я бы... Не знаю, что бы я делал. Стал бы шикарным художником. Вот что бы я делал. Итого, час, уже час. Я совсем не хочу спать. Ну, и работать совсем не хочется. Ничего, ничего, ничего. Я приеду плакаты. Что ты? Что такое? Это, по-твоему, страшно, призрак. Старайся лучше. Он вешает обычные плакаты с анатомией. Я не знаю, может быть, западные призраки настолько... Настолько ванильные, настолько нежные, что для них это страшно. Просто смотреть на обычный плакат с анатомией человека. Потому что у нас такие во всех больницах и детских поликлиниках находятся. Как-то я уже к этому привык. Русские дети, они с самого рождения более жесткие, мне кажется, чем остальные люди. Чего только стоит Винни-Пуха нашего вспомнить. Он, конечно, очень милый и забавный, но, представляете, подходит к тебе Мишка и такой... Привет, пяточок. Как будто у него адский прокуренный, пропитый голос. Но это офигенный был, офигенный мульт, я обожаю его. Ооо, Глазюка смотрит на меня. У этого призрака очень красивые голубые глаза. Я просто в них тону. Призрак, покажись. Я мечтаю увидеть тебя. Мне кажется... Мне кажется, я что-то испытываю. Какие-то чувства. Ага. Дом, милый дом. А вот это жутковато. Если бы еще в кипе со всем остальным нормальным, то это было бы совсем жутковато. То есть меня призывают в морге. А помните игру, мы с вами играли? Ты работаешь в морге, я забыл, как она называется. Но вот, можете посмотреть. У меня там несколько выпусков по этой игре или в описании. Очень была крутая. Хоррор, стрёмный. Про работу в морге. Че-то со стулом не так, че-то со стулом не так. Не, все нормально. Кто поджег урон? Какая мразь. Главное, дыма-то не было. Дыма без огня не бывает, а огонь без дыма возможен. Я так много узнаю сегодня. Возможно, кран переключен на горячую или на холодную, чтобы человек сразу... Нет. Но призраки, с которыми я имею дело, такое могут учудить. Что-то двинулось? Мой глаз как будто бы на что-то упал. Нет, здесь все в порядке. Прошюры, мне не нравятся они почему-то. Вряд ли что-то с ними случилось, но мне не нравятся. Они мне просто не нравятся. Я бы их кинул в урну и поджег. Смотрите, а нет, это, по-моему, обычная штука. Здесь все как... Черт меня, Дерис, только всего уже посмотрел. Не нашел ни одной аномалии, ни единой. Здесь было две, здесь было две пропала колбочка. Пропал. Да. Ой, как хорошо, как хорошо. Вот, сразу вижу. Слушайте, мой глаз открылся. Возможно, то изображение глаза, которое я увидел, но открыло мне глаза. Призраки хотят помочь мне. Или, может, меня сглазили, и я проиграю эту катку. Так, тут все очень просто, картины. Что, тут одни художники подохли? Почему призраки только плакатами и картинами занимаются? О, я в паре жизни был художник-неудачник, и вот не успел ничего сделать, выставить свои работы. Вот, повесил. Позорище. Мне стыдно ловить таких призраков. Они деграданты. Они не умеют пугать. Это же больница с моргом. Прекрасно. Они даже в морг не хотят заходить. Прикиньте, призраки не идут в морг. Потому что они сами боятся всего. Поэтому у них такие пугашки нестремные. Потому что они сами ссыкуют так. Ну что, ну что, ну что. Чем вы меня удивите? Ничем. Так я и думал. Однако непонятно, почему я до сих пор не вижу никаких аномалий. Ничего не происходит. Стоп. Здесь было две, по-моему. А теперь их три совсем. Странно. Но это правильно при этом. Блинушки, блинушки. Ну что ж ты от меня хочешь? Игра, ну покажи мне призрака хоть какого-нибудь. Может быть, кровать чуть-чуть подвинулась? Я не знаю. Или вот это, не знаю что это, носилки. Каталка. Я начинаю нервничать. А, фух, ладно. Хотя бы одна есть. Это меня немножко успокаивает. Дальше смотрим. Ну, какого дьявола? Кто здесь? Никакого дьявола. Здесь нет никакого дьявола. О, призрак такой. Просто жалкое зрелище все это. Я угораю с них. Боже мой. Кто-то здесь кровушку себе пустил. А, не погодите, она оттуда брызжет. Нифига себе. Спуки. Очень спуки. Три часа. Ладно, получается с этого момента начинаются, или начнутся, может быть, серьезные испытания. Такие как торженцы, передвигатели предметов. Не знаю, может быть, будут какие-то просто призраки еще. Дьяволы, демоны, ангелы. Может быть, сам Иисус появится. И устроим здесь вечеринку паранормальных attention. Черт, меня дерево. Вон, наконец-таки, прилег скелет. Дальше. О! Быстрее! Соткнись! Проваливай! Проваливай! Ладно, это я угадал. Они начинают бомбардировку массированную. А, я теряю бдительность. Нам нужно смотреть внимательно. Продолжать быть внимательным. И не переключаться, пока аномалия не исчезнет. А то я опять это сделал. И тот челнг с потолка мог бы на меня жестко напасть. Я не помню, было здесь это или нет. Но я на всякий случай... Пожалуйста. Нет, все нормально, все нормально. Хорошо, здесь может быть чувак-потолочник. А, господи, монитор, смотрю же на него. Этот хрен с потолка меня отвлек. Начинаю банальных вещей не замечать. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Это плохо, что ничего не меняется. Ладно, попробуем сюда, на всякий случай, на эту полочку нажать. Я в просере. Что я там нажал? Спазмы в пальцах начинаются. Все плакаты, все на месте, все как полагается. Дверь. Она, не помню, открыта, закрыта. Блин. Ну, блин. Ты чего улыбаешься? Это просер. Я не знаю. Я не знаю, что вы от меня хотите. Господи... Свет. Отлично. Свет в patient ward. Время мало. Время... Как я мог этого не заметить в прошлый раз? Я не понимаю. Я бы тебя не успел переключить на эту камеру, чтобы увидеть. Очень может быть. Часы. Четыре. Почти четыре, все правильно. Урна. Ты передвинулась? Мой мозг почему-то обратил внимание на нее. Черт. Я думаю, такой, оу, сторонила аномалия. В итоге сдох. Почему? В коридоре дополнительный объект был. В экзаменационной комнате переместился предмет. И пропал в офисе. Какой в офисе пропал? Ну-ка, вот коридор. Что тут у нас? Все как обычно, так всегда было. Абсолютно всегда. Как можно понять, какого предмета здесь не хватает? Тут их полно. Четыре брошюры. Эти файлики стоят вровень. Эти смещены вправо. Ну, не знаю. И вот здесь в экзаменационной был перемещен какой-то из предметов. Выпячиваем глаза. Сильнее. 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 Чтобы видеть как следует. Я, как охранник этого заведения, чертовски рад и благодарен, что поставили камеру в душ и в туалете. Потому что... Я чувствую себя Господом Богом. Я вижу все. Я наблюдаю за всеми. Я вижу, как вы входите в душ. Я вижу, когда вы сидите в лобби и ждете. Я вижу, как вы незаметно пальчиком в носу ковырнули. И думаете, что вас не видно. А я вижу. И я всем расскажу. Ладно, что-то у нас проблема какая-то. Проблема с тем, что ни хрена нету. Ладно, вот. Наконец-то. По-моему, первая аномалия за всю катку. Час. Я уже час почти что. 45 минут. Это как школьный урок. Как же я ненавидел школьные уроки. Именно мне всегда казалось, что они так долго длятся. А когда нужно было поступать в институт, мне сказали, что пара, это как два урока одновременно, подряд. Я такой, нет, нет. Я не для этого рос и взрослел, чтобы вот с этим говном сталкиваться. Время так долго идет, когда ты маленький. Это и дар, и проклятие. Ты где, призрак? Я знаю, ты боишься меня. Ты прячешься здесь. Хочешь, чтобы я проглядел твои проделки? Не тут-то было. Ты видел, как я справился в отеле. Ты видел, как я справился в поезде. Ты знаешь, что твоя кончина неизбежна. Призрак вспугался моей речи и покончил с собой. Может ли призрак покончить с собой? Мне интересно. Есть ли такая вообще опция у призраков перестать существовать в принципе? Интересно. А вот представьте себя в такой ситуации. Вы призрак. И вам говорят, ну, ты можешь быть всегда призраком, либо просто сказать себе, чтоб я сдох. Не знаю, чтоб я исчез. И такой говоришь, чтоб я ожил. Ну, призрака, все должно быть наоборот, правильно. Все нормально, ничего не меняется. Я смотрю просто как дебил на все это. Я чувствую себя простым охранником. Я же борец с паранормальностью. Чего ты фигня? Ну, призраков давай. Где? Вот, спасибо. Что это? Рот. Какой-то рот огромный. Рот был подрисован на эту картину. Такое ощущение, как будто я критик, который критикует картины. Он приходит, о, рот здесь как-то не к месту. Давайте просто замажем это говно. Реально какой-то на выставку пришел. Ну, что это? Ну, что это? Одни картины. Часы. Вдруг часы не в порядке. Кто их знает? До чего скучная ночь. Стул исчез. Ох, эти шелунишки. Что-то мне кажется, что здесь на самом деле дело не в призраках даже. По-моему, меня пытаются отвлечь вот этой мелочевкой от чего-то более важного. Не зря я не могу в морг посмотреть. Может быть, кто-то подумает, что это неэтично снимать трупов в морге. Но мне кажется, гораздо неэтичнее смотреть, как люди принимают душ и ходят в туалет. И спят. О! Мы закрыты. Мы закрыты. Ночь. Уходи. Уходи. Так вот, призраки, мне кажется, пытаются отвлечь меня от морга. Они отключили камеру в морге, чтобы что-то там намутить с трупами. Именно поэтому в какой-то момент появляются вторженцы. С потолка свешиваются. Потому что призраки их оживляют. Я, кажется, понял их замысел. Мне нужно туда. Мне туда. Но меня туда не пустят. Я ограничен своей сраной кабинкой, в которую просто смотрю. Два часа ночи. Часы верно показывают. Я не знаю. Давайте вот сюда нажмем. На всякий случай. Давай. Быстрее. Долго. Долго отчет отсылается. Проблемы со связью. Что? Бутылка шампанского? Что? Это призрак Сомелье, что ли, только что появился? Не знаю. Может быть, принтер. Может быть. А может быть, это Ксерокс. Моя задача не знать, что такое принтер Ксерокс. Моя задача видеть аномалию. Видеть. Отправлять отчет. Слушайте, ну я не знаю. Ну я не знаю. А здесь, в лобби, вообще ничего нет. Морг. Это все. Все как было. Ой, телек. Давай что-нибудь пострашнее, а? Вот эти мои рисунки, рожи страшные. И то жучее. Потому что это мое воображение. Когда я воображал себе эту работу, я представлял такие стрёмные штуки. Но на деле все всегда не так, как ты себе представляешь. Такова жизнь. Ничего с этим не поделать. Надо просто принять. На самом деле, да, практически все, чем мы занимаемся в жизни, не так увлекательно, как мы себе этого представляем. Увлекательно только бездельничать. Путешествовать. Когда надо работать, нет. Поэтому люди, которые любят свою работу, скорее всего, может быть, я не прав, но сейчас так просто, если подумать, люди, которые любят свою работу, скорее всего, умудряются как-то в голове у себя рисовать ее процесс или цели, которые они достигнут. Каким-то, ну как-то очень красиво это все обрисовывать. Что за нафиг? Что за нафиг? Уже почти три часа. У меня большие проблемы. Я почти мертв. Ладно. Я думаю, пришло время просто клацать. Но здесь точно некуда клацать. Здесь все нормально. Я не знаю, 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 я не знаю. Может быть, ты фикус или что это такое? Не разбираюсь в растениях. Это нормально. Вот здесь что-то исчезло, что-то поменялось. Блин, ну что? Только не говорите, друзья, что вы уже заметили и точно знаете, что поменялось. Так, что это? Бездна в туалете. Изыди, изыди, изыди. Что же поменялось? Стулья? Картина? Три часа, я уже просираю. Беда. Пожалуйста, помогите мне. Ну да блин. Погибель. Погибель я чувствую. На всякий случай я сюда нажму, потому что были, помнится, были такие места, которые были незаметны мне, но я клацал, и бац, что-то происходило. Может быть, сансеттерс. Последнее, что я попытаюсь. Стоп! Это же ты! Это ты! Стульчик! Стульчик подвинулся! Стульчик подвинулся! Все! Аномалия устранена. Ух! Заметил. Где он стоял? Где ты стоял, гад? Вот ты где стоял. Здесь ничего нету. Вот. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Идем неплохо. Потихонечку выживаем. Морк, морк, морк. Здесь, кажется, все хорошо. Офис больше всего меня смущает, офис. Есть! Я вижу, исчезли. Хорошо, что я так доакцентировал на них внимание. Надо чаще себе говорить просто про какие-то предметы. Просто накидывать что-то. Это хороший, кстати, совет самому себе. Вкидывай какую-нибудь дичь про любой предмет, и ты однажды обратишь на него внимание. Я рискну предположить, что вот это, эти папки, возможно, какие-то неправильные. А, отлично. Табуреточка передвинулась. Я не... Тварино, не дожал, прикиньте. Я на грани. Если появится... О, вот, изменилось. Если появится больше трех аномалий, я просрал. Нам нельзя этого допускать. Может быть, брошюрки по-другому лежат? Ладно. Окей. Это легко, спасибо. Пока происходит эта тряска, дайте посмотреть. Здесь, 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 все нормально. Что у нас тут? Кто скажет мне? Кто мне подскажет? Возможно, еще здесь. Давайте на всякий случай сюда нажмем. Нет. О, мама, мама. Призрак ребенка. Жуть. Это неприятно было? Четыре часа. Не знаю. Это растение, возможно, его здесь не было. Но если было, извините, пожалуйста. Но было. Давайте вот так нажмем. Это вроде бы и на коляску, и на плакат. По-моему, он переместился, да? Он, по-моему, переместился. Он здесь висел. Я тебя добью, я четко на тебя нажму. Ты не висел тут. Он висел. Здесь ничего. Да? Да? Есть глаз, хорошо? Действовать решительно, быстро. Стулья, стулья, стулья. Все как полагается. Ага. Ага. Да. Никаких изменений. На всякий случай. Продолжаем. Стоп. Может быть, шторка? Нет, не может быть шторка. Шторка всегда была так, иначе бы я книжку не видел. А если это шторка? Ну, тоже вряд ли. Тут ноги всегда были. Так что все с ними нормально. Часы правильно. О, окей. Не знаю, куда нажать. На потолок или на пол? Течет оттуда, значит, на потолок. Это было бы странно. О, смотрите, у вас тут лужа образуется. Уберите лужу. Нельзя убирать лужу без устранения протечки. Сразу на картину нажаловались. Интенсивно. Я так вам скажу, началось интенсивнее, чем было до этого. Пока вроде бы я справляюсь. Брошюрка не поменялась ли случайно местами? С кем она поменялась местами? Ни с кем она не менялась местами. Не знаю. Ну, пусть будет так. Черт, черт, черт. Испытываю дискомфорт. Здесь ничего нет. Никаких проблем. Батарея может быть. О! Не заглядывай в окно. Ты маньяк. Ты наблюдаешь тайно за другими. Ты смотришь своими глазюками, как люди спят. В частную жизнь вторгаешься. Так, давайте продолжать смотреть в камеру. Точно ничего нет? Все нормально вроде бы. О, блин, вот он. Опять эти страшные пальцы. Я тебя уже видел в номере отеля. Из-под кровати он выглядывал. Он преследует меня. Эта длина пальца преследует меня. Черт, они так внезапно появляются, эти страшные призраки на коляске. И просто разные призраки. Я от них сразу угрозу чувствую. Потому что они и представляют угрозу. Я не помню, не помню. По-моему, они в порядке. Но я на всякий случай. Там, 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 там. Тут везде нормально. Тут, тут, тут. Та-та-та-та-та-та-тут. Пять часов. Не смейте мне. Что? Движется. Да. Это distortion в examination. Музыка. Только не музыка. Нет, я рад, что она, конечно, появилась. Но это меня всегда, всегда бросает в какой-то нервяк. Это, кажется, все нормально. Ой, было бы тупо сейчас просрать. Согласитесь. Очень тупо. Часы. И остановились вы случайно? Блин. Соберись, Евгений, соберись. Все будет хорошо. Ты справишься. Правда, ты ничего не видишь. Вообще ничего. Ничего не меняется. Есть, исчезло. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы продлили себе жизнь. Чуть-чуть продлили. Осталось 45 минут. Каждый раз, когда переключаешься, будь готов. К вторженцу. О май гад. Ничего не меняется. Почему ничего не меняется? Почему они перестали атаковать? Полчаса. Я не нашел ничего еще. О, нет. Они ударят все разом. Они решили перемещать самые незаметные предметы, кажется. На всякий случай. Национальный диктор доктора. Но тут все как и было. Нет, нет, нет. Монитор исчез. Монитор исчез, я заметил. Пожалуйста, быстрее. Окей. Пока выживаю. Блин. Такие смешные рожки, как будто это хэллоуиновский костюм. Я испугался именно того, что он как-то так в периферическое зрение попал мне. Почти, мы почти. 20 минут осталось. В офис. Монитор, отлично. Теперь каждое переключение меня в панику бросает. Тут вроде бы все нормально. Здесь туалет чист. Это приятно. Не тронуто. Не тронуто. Что же ты делаешь, а? Что же ты будешь делать? А у меня меньше 10 минут, но ничего нету. Если я сейчас подохну. Если я сейчас подохну, я психанул. Я стану психом. Вот лежит. Я стану психом. Лягу в эту больницу. У меня реально шутка. Я сейчас не хочу прозрать. Пожалуйста. Две минуты. Две минуты. Давай, устраняем. А-а-а-а. Да. Тихий восторг. Я испытываю. Эта музыка играет в честь меня. Героический аномальчик. Наверное, так моя профессия называется. Аномальчик. Аномальчик. Героический аномальчик снова одержал победу. Аномальную победу, я бы сказал. Нет. Я всегда побеждаю. Это аном... Короче, я паранормальный аномальчик. Вот так меня теперь называете. Такое ощущение, как будто детский канал. Какой-то летсплейный. Итак, ребята, с вами был паранормальный аномальчик. И всем напоследок к петюлю. Вы готовы? Раз, два, три и пять. Субтитры создавал DimaTorzok